всем привет в эфире программа пропеллер сегодняшний наш выпуск посвящен теме фотографии и путешествий потому что это два направления которые очень часто бывают связаны в наше время люди часто едут в путешествие почему вы молчите сегодня для вас работают илья кепцой михаил кириллин анастасия гринецкая это так сегодняшний наш выпуск посвящен теме путешествий путешествия и фотография очень часто люди ездят в путешествия только для того чтобы сделать какие-то уникальные снимки большей частью стремятся даже не посмотреть на что-то а именно сделать фотки и показать друзьям чтобы доказать есть такое понятие лучше один раз в живую посмотреть чем 300 раз да да и очень многие люди я заметил этого не понимаю есть же профессионал которые на профессиональную технику снимают и видео и фото эти фотографии довольно таки очень красивые и завораживающие да и в сегодняшнем нашем выпуске они как раз и пойдет речь первый сюжет про вы не поверите давай удивить дело в том что мы ездили в покровск это тоже было путешествие и там нам удалось взять интервью у виталия горшкова это человек который получил премию золотая черепаха золотая черепаха это международная это да это такой оскар среди фотографов которые фотографируют дикую природу вот это профессиональный фотограф и профессиональный гид на конкурс присылается там но порядка двадцати тысяч там снимков но эти снимки присылают со всего мира и большинство победителей оказываются иностранцы это с одной стороны вроде хорошо вроде как но это уровень с другой стороны если это конкурс все-таки наш там российский хотелось бы видеть в финале этого конкурса там не каньона колорадо там да к не каньона аннабара а вот задержал обидно понимает почему не едут там куда-то на ту же аляску там да хотя у нас лучше чем аляска стоит птицы там перелететь границу с россией как сразу она это повыше там дистанция там встречи с человеком а нам сразу там в десятки там раз увеличивается вот уже знает с кем связывается не но я поэтому говорю то что у нас вот это вот отношение к животам она все-таки в большей степени потребительской то есть если у нас обыватель видит крупную рыбу там зайца там дичь там какую-то тут надо поймать убить там да выловить там да разделать съесть да получается такая ситуация что через творчество через личное творческое развитие мы по сути дела изменяем это пользовательское отношение к животным я об этом и говорю формируется другой совершенно менталитет тех же обывателей вот которые придут в природу и уже будут не бить ведром а из ведра кормить на тех же птиц и не на не как на объект питания что бы вы могли посоветовать молодым еще конечно купить фотокамеру кэнон один объектив сейчас очень хороший шел 200 на 400 с конвертером вам надо будет квартиру короче продать элечку берем объектив и работы работаем 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 вас признает весь мир тут самое важное любить это дело чтобы это дело нравилось это целый процесс вот общение с природы наш первый герой занимается фотографиями именно живой природы а наш второй герой тоже фотограф он в основном специализируется на пейзажной съемки горы леса поля и при этом не просто пейзажной съемки там путешествиях а именно в путешествиях по нашей родной республике обожаю природу республики нашей на самом деле очень красивая самое незабываемое для меня путешествие на и ланку мы лазили в пещеру все как будто в алмазах лед везде наверху внизу на стенах это правда даже фотографии могу показать вот фотографии фотографии из путешествий да поехали мы на выставке михаила николаевича черемкина горы лица краски выставка посвящена путешествиям автора который побывал во множестве фото экспедиции это портреты жителей непала красивейшие горы гималай и конечно фотографии родной якутии я обожаю снимать пейзажи обожаю природу я хочу передать через это объектив свой аппарат то что я ощущаю чувствую некоторые же сидят дома никуда не ездить правильно вот я хочу показать каком месте живем на вопрос о том какие места якутии должен посетить каждый михаил николаевич в первую очередь называет свой родной момский район и согласитесь с этим не поспоришь наш момский район территория очень большая трудозаступная где горных систем больших чертских храбит и момских храбит и на долине стоит это поселок хамы очень красивое место озера реки тайга горы горная тундра ну все есть одним из самых страшных путешествий михаила николаевича было на территории гулага который находится в момском улусе три лагеря там заключенные добывали уран это начиная 1938 года по 53 год нашел одного этого проводника и мы бродили там по этим горам 13 дней как раз подошли в этот лагерь ночью июнь месяц ночью же светлая ночь какая пасмурная погода была проводник говорит я туда не пойду но видимо не захотел игр палатку поставили там ужин приготовлен ты иди когда я захотел этот картер там карцер каменный да сделан из этих каменных блоков и камней и горных пол сементный потолки тоже все семента только в коридоре там одна окошечка и печка стояла только в углу коридоре есть и сидели часовые мне кажется даже сутки там не просидишь когда я вот это внутри камеры снимал камеру картера меня как-то вот холодок по спине очень жутко было как вы могли заметить любимый жанр михаила николаевича горный пейзаж и чтобы сделать действительно впечатляющий кадр первозданной величественной природы фотограф просит об одном как любой фотограф все время думает о свете чтобы свет был закат чтобы загорается разными светами такие закаты очень редко бывают сидеть ждать ловить думаешь проще что всякое разное так что дай мне хоть немножко более хотя бы пару секунд чтобы снять михаил черемкин постоянно путешествует по якутии и берет с собой учеников тех кто хочет научиться также ловить и сохранять удивительные кадры природы друзья необъятная самое красивое самое великолепное особенно на фотографиях профессионалов якутия вот показала у себя в этом сюжете который вы только что просмотрели наш юнкор олеся съездила в жатай на такое тоже маленькое путешествие а вот в тот же вечер буквально тоже судьба нелегкая занесла меня тоже в жатай ночью и я прочувствовал всю эту роман я увидел как стоят на приколе корабли звездное небо ночь фонари светят очень красиво и действительно проникся и понял почему олеся выбрала именно жатай потому что там действительно есть красивые кадры хотя казалось бы это не очевидно в хатасах тоже красиво но я не спорю аксель а в жатайе значит живут самые романтичные люди говоря о туризме путешествиях многие представляют заграничные страны моря пляжи и карнавалы но для такого туризма нужны и время и деньги и длительная подготовка тогда я задумалась а зачем наводить такую суету ведь путешествовать можно и не выезжая за пределы республики уверена мы найдем много нового и интересного пределах нашего пригорода а мы в жата и вот мы ехали 50 минут примерно просто 50 рублей каждая минута по рублю так что вперед гулять жатай находится в 17 километрах севернее якутска поселок возник на месте топливно-заправочной базы которая обслуживала в годы войны американские самолеты поставлявшиеся в ссср ныне жата является одним из самых значимых пригородных поселков поскольку здесь расположены нефтебаза и судоверфь где строят и ремонтируют сюда на входе в поселок стоит новый георгиевский храм именно здесь мы договорились встретиться с нашим гидом алексеем молчановым алексей наш старый знакомый студент бугэ и вокалист группы my best friends вот наша скромная маленькая камурочка очень жарко в общем тут мы репетируем и все вот здесь выступал да я танцевал ну там на втором этаже кабинеты различные есть кафе детское дом культуры маяк одно из самых значимых мест для молодежи жатая здесь ребята занимаются всевозможным творчеством по совету жителей поселка мы отправились на берег кораблям ну вот здесь мы находимся недалеко от косы где мы купаем сейчас стоит тут и заброшенные корабли собственно оставлены не знаю природе на сиденье скажем так вообще он там на том берегу видно завод и наверное они как-то сплавляли их сюда что ли или просто после паводка их сюда приносила рекой холодно но классно поэтому не бойтесь путешествуйте проверено жата и это круто друзья хотите путешествовать начните с разной республики да это несложно и это действительно здорово ну что же друзья наша передача заканчивается подходит концу к сожалению и сегодня с вами были михаил кириллин анастасия гриневецкая и илья цой всего вам доброго и до новых встреч пока-пока ходьба а и а и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok